Здравствуйте, дорогие. Всем привет. Вас приветствует зал из Тбилиси. У нас тут собралось достаточно много зрителей. Все в нетерпении. Предлагаю начать с нескольких слов. Может быть, Вера и Валя вкратце просто вступительное слово какое-то скажут. Мы уже немножечко обсудили в нашей аудитории, чем мы занимались два месяца. Так, ну, наверное, я могу начать. Меня слышно? Да. Да, да. Ну, мне кажется, у нас была такая очень безумная задумка. Курс на два города. Но, потому что сейчас происходит в этих двух городах, у нас все получилось. И я очень-очень рада, что получилось сделать как выставку в Запорожье, так и в Тбилиси, чтобы все ребята смогли поучаствовать и показать свои работы. И я, ну, мы с Валей частично как кураторы смотрели работы, но некоторых ребят, особенно тех, которые сейчас находятся в Варшаве и в городе в каком-то Германии, у нас девочка находится, Оля, мы не видели. И поэтому частично это представление, оно для них, а также для ребят попрадековаться, попредставлять свои работы, чтобы потом уже во время выставки им было легче. Да, да. Всем привет. Я сейчас с вами разговариваю из нашего лондонского, из лондонской нашей части, где у нас тоже сидят ребята и будут смотреть, ну, как минимум, часть представлений ваших работ, потому что тут тоже будет через некоторое время выставка. И мы очень, в общем-то, рады, что вообще это получилось организовать, потому что это такая очень экспериментальная история, в которой у нас был и онлайн, и оффлайн, и выставка. И я очень рада, что это вообще произошло, что, ребята, у вас получилось все это соединить, и это вызывает у меня огромную радость, любовь и огромное уважение к людям, которые все это вообще смогли сделать. Спасибо вам большое. С удовольствием жду начала просмотра. Спасибо. Влад, Аня. Можно тебе тоже скажется. Пару слов. Влад и Аня, и Гриша – это наши героические ребята, которые в Запорожье организовывали выставку, и в отличие от нашей выставки на четверых человек, у них 14 человек. То есть ребята сделали абсолютно колоссальную работу за последние две недели очень плотной подготовки к выставке, и хотелось бы дать им слово, чтобы они немножко рассказали про свои ощущения. Всем привет. Я возьму на себя такую небольшую ответственность и скажу от зала в Запорожье, потому что Влад сейчас занимается кураторством нашего Zoom, Гриша сейчас поддерживает наших девчонок. Мы очень рады стать частью такого крутого проекта. Они сейчас как никогда актуальны, и я особенно была очень счастлива поехать в свой родной город, познакомиться с очень крутыми, замотивированными подростками, которые очень хотят учиться чему-то новому, развиваться, и которые посвятили ТЭИ месяца тому, чтобы кто-то даже с нуля научиться. Познакомились с фотографией, научились композиции, научились техническим моментам, а кто-то даже развил свое какое-то внутреннее видение, ощущение, и смогли это воплотить в свои работы, которые сегодня мы будем презентовать гостям нашей галереи. И это безумно круто. И я очень рада и спасибо огромное, что у меня есть такая возможность стать частью такого проекта от меня, от Влада и также от нашего куратора Гаиши. Мы очень рады и тоже очень хотели бы уже приступить к просмотру наших работ. Мы, пожалуй, приступаем. Я надеюсь, что вы в голове все создадите свою мелодию для каждого проекта, потому что я не успела сделать музыку в презентацию. Но после просмотра готовьте еще свои вопросы. Для ребят буквально один-два вопроса. У нас тайминг по три минутки буквально на участника. Но если что-то очень интересное, хочется узнать подробности, то, пожалуйста. Ну что, стартуем. Сейчас мы выключим свет. Да, это важно. Сейчас мы выключим свет. И первый автор у нас это Елизавета Алексеева, правильно? Да, Елизавета Алексеева. Да, очень странный у нас эффект возник. Всем привет. Проект Елизаветы. У нас текст на украинском. Но я, наверное, могу для тех, кто не может читать на украинском, рассказать просто вкратце, что проект Лизы про взаимодействие человека и природы. И давайте же посмотрим. Так, я могу начинать, да? Или Стася будет рассказывать? Да, да, ты можешь рассказывать. Ты можешь? Да, Лиза, мы будем смотреть, давай параллельно рассказывать. Да, супер. Спасибо. Меня зовут Лиза, как, кстати, меня уже представила. И мой проект называется «Слитность судеб человека в объятиях природы». В принципе, как на кадрах показано, можно вернуть чуть-чуть назад. Да, здесь как природа может быть нежной. И это мы видим на примере с человеком. Продолжаем. Дальше встать. Ну, тут мне понравилась просто эстетика зимнего парка. На фоне мы видим уточек красивых, камни, что символизирует, в принципе... Ну, и мужские руки — это отдельная история, это некая сила природы, которую она порой проявляет по отношению, когда мы можем перегибать в каких-то моментах, что она может показывать свой характер. Так. Ну, тут снова видна нежность. Очень хорошо показано по слайдам. Оно читабельно весьма. Мох — это вообще отдельная история, которую я искала у нас по городу очень долго. Мне хотелось его показать, насколько он может быть эстетичным. И это самая прекрасная фотография, которая мне очень нравится. Одна из, точнее. Женские руки — это экспериментально. Там, если, я не знаю, вставляли в презентацию или нет, есть еще с черной обработкой. Так. Эта фотография — вообще эксперимент. Я фотографировала свою младшую сестру и просто наложила еще одну фотографию. И получился такой холодный, затуманенный разум человека. Класс. Спасибо большое, Лиза. Есть ли у кого-то вопросы для Лизы после просмотра проекта? Почему такая тема? Почему выбрана такая тема? Тема выбрана почему? Хороший вопрос. Спасибо. Ну, в первую очередь, я очень люблю природу. В основном мой контент связан о ней в Инстаграме. И так как я очень люблю, снова повторюсь, наблюдать за ней, запечатлять какие-то моменты, я выбрала именно тему, которая для меня весьма близка. Супер. Лиза, огромное спасибо. На этом у нас все. К сожалению, у меня еще, например, куча вопросов к тебе, хотя я более-менее представляю, как сделан твой проект. Но, наверное, подробнее можно будет рассказать уже на выставке, которая у вас откроется спустя 40, по-моему, минут. Спасибо. Огромное спасибо. И приглашаем следующего участника. Это Алина Курила. Я надеюсь, что Алина выйдет с нами на связь. Это интересный вопрос. Есть ли у нее ссылка? Потому что Алина у нас в Варшаве. Помимо Запорожья и Дилиси у нас было трое участников из других городов. Давайте посмотрим проект Алины. Он единственный с музыкой. На музыку не слышно, вы не транслируете. Надо перестать транслировать и потом опять начать, пометив галочкой, что надо звук транслировать. Не видите трансляцию? Мы видим трансляцию, мы не слышим звук. Тебе надо перестать транслировать, потом опять начать транслировать и пометить галочкой, чтобы воздушный звук. Я думаю, что звук – это не проблема на самом деле. Давайте мы посмотрим его в тишине. Сейчас к нам добавилась еще Алина. Сейчас, извините за техническую. Супер, Алина, ты уже на связи? Да, привет. Алина? Я меня не слышала? Да, ты можешь немножко рассказать про свой проект, пока мы его показываем? В общем, проект – это «Музыка Варшавы». Идея заключалась в том, чтобы сравнить сам город, в котором я сейчас нахожусь, с музыкой из-за того, что я действительно считаю, что во всем, что нас окружает, здесь небольшая часть именно этой музыки и даже звуки природы или машины людей могут каким-то образом… Алина, дорогая, извини, пожалуйста, секундочку. Динамия, мы тебя просто не очень хорошо слышали, и сейчас это поправилось. Продолжай, пожалуйста. Мне начать сначала или продолжать просто? Нет, нет, нет. Я думаю, что мы частично тебя услышали. Интересно, особенно про твой опыт, потому что ты делала проект без кураторов, по сути. То есть с тобой не было никого лично, кто мог бы с тобой погулять и поснимать, в отличие от наших участников в других городах. Расскажи немножко, как ты справлялась с этим, как ты искала там визуальный язык, которым ты будешь снимать, что тебе помогло? На самом деле я просто ходила по городу, искала вещи, которые меня интересуют, которые ловили мой взгляд и фотографировала именно их. Много чего, что увидите на фото, я вижу каждый день, и поэтому я уже имела какое-то представление, что вот это вот красиво, вот это мне напоминает что-то связанное либо с музыкой, либо какую-то атмосферу для меня любоёт. И, по сути, я просто ходила очень долго и искала что-то, что мне нравится, что выглядит на мой взгляд очень атмосферно. Алина, у меня такой вопрос, в результате проекта город стал для тебя ближе? Ты смогла его как-то по-новому для себя открыть и почувствовать? Думаю, да. Я однозначно нашла некоторые новые улочки для себя, заметила больше деталей, там, где я обычно прохожу, которые я не замечала. На самом деле это было очень интересно. Спасибо, потому что мне кажется, что фотография – это действительно такая возможность ещё ознакомиться с новыми местами и интегрироваться отчасти. И мне кажется, что классно, что у тебя была такая возможность и в новом для себя городе ты смогла через фотографию как-то глубже с ней познакомиться. Огромное тебе спасибо, Алин. Переходим к следующему проекту. Это аплодисменты. Так, и следующий участник. Саша Тринец. Саша, привет. Привет всем. Меня зовут Саша, мне 20 лет, и мой проект, связанный с панельными домами, а также с жителями этих домов. Я свой проект взяла именно это, потому что много людей считает, что панельные дома – это что-то грустное, это повседневная жизнь, рутина, но никогда не замечают в них какую-то красоту. И я решила показать, что панельные дома бывают не только такими, они бывают уютными, в них живут классные люди. Также я хотела показать, вот как на вот этой фотографии – это любовь. Первая любовь – это всегда такая какая-то уютная атмосфера. Вот. На этой фотографии можно увидеть, что в каждом окошке горит разный свет, и каждый свет, он, ну, по-своему разнообразный, что ли такое. Не знаю, что добавить. Насчет трудностей в работе у меня, как таковых, не сложилось. Со мной работали все мои друзья, вот, и, в принципе, все прошло гладко и хорошо. Хочу заметить, этот дом снятый у нас в социальном городке. Как мне рассказал Влад, то в этот городок приезжают люди за границей, им очень интересны эти места. А еще там… Можно вернуть слайд, пожалуйста? А еще там находится очень классный киосочек, который у меня ассоциируется с какими-то, можно сказать, советскими временами. Да, можно дальше. Тут также изображена тоже любовь, книжки. Книжки мне ассоциируются с чем-то тоже старым, такими бабушкиными домами, старыми квартирами. Если честно, я не знаю, что еще добавить, слишком много картинок. Мне кажется, можно вопросы тебе позадавать. Да, если у кого-то есть вопросы, я сразу отвечу. У кого-то есть вопросы? На самом деле у меня есть вопрос. Скажи, пожалуйста, вот эти герои, видно, что у тебя очень доверительные отношения с ними. Они тебя пропустили очень близко. Это очень классное качество вообще для фотографа, когда люди пускают тебя в свое достаточно интимное пространство. Это были твои знакомые или незнакомые люди? И как ты с ними справилась коммуникация? Вот эта парочка, которая изображена на этой фотографии, очень интересная история. Я приходила позировать как натурщица для художников и познакомилась с этой девочкой. И когда мне нужны были люди для проекта, она с радостью согласилась. Если честно, я пришла в их дом вообще не думая, что что-то выйдет классное, потому что мы были незнакомы и как-то было немного неловко. Но я сказала им просто дурачиться, разговаривать между собой, обниматься и все такое. Я ставила их немножечко наедине, и все, в принципе, получилось. Очень классно. Мне кажется, это прям твое сильное качество — уметь налаживать классную коммуникацию с людьми. Огромное тебе спасибо. Аплодисменты. Первый тбилицкий участник. Георгий к нам присоединяется. Здравствуйте. Всем привет. Тут было свято или тут был праздник. Это мой проект. Он в первую очередь про какое-то эмоциональное состояние, которое я хотел передать, а именно, когда прошел Новый год и остается еще полтора или даже два месяца зимы, и их нужно как-то доживать, все деньги вышли на праздники. И вот это чувство безнадежности и какой-то неопределенности, которое не отпускает еще очень долго, примерно до того, как наступит весна, и как бы, скажем так, мир расцветет в своих красках. А пока остается лишь смотреть на подобные пейзажи и грустить. Грустить. Да. Еще хотел бы сказать спасибо Николаю и Станиславе за то, что они очень сильно мне помогли в съемках. Почти все кадры сняты с их помощью. Спасибо. 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 Не то, чтобы с нашей помощью, но в процессе нашей прогулки. Может, у кого-то есть вопрос? Да, кстати, Запорожье, может, у вас есть вопросы? Так, а можно тогда я задам, если пока еще нет? У нас есть? У нас есть вопрос. Давай. Сейчас. Да, спрашиваю. Всем привет. Вопрос очень... Мне очень понравилась эта тематика, мне это все очень понравилось, но вопрос достаточно легкий. Было сказано, что вдохновила вот эта вот вся атмосфера. Ты прямо это прочувствовал через себя или это кто-то подсказал? Вот как ты пришел вообще, чтобы создать проект на эту тематику? Да, спасибо за вопрос. Это что-то такое цикличное, которое посещает меня каждый год, каждую осень, зиму. И вообще вдохновительным стал один прослушанный трек. И потом мне Стасия порекомендовала новогоднюю серию Трента Парка. И как-то само сложилась подобная идея. Спасибо большое. Огромное спасибо. Следующий наш участник, Наза. Наза, привет. Привет, Наза. Сюда, начинаю. Да. Всем привет. Собственно, рекой я никуда не ушла. Хочу рассказать про свой проект. Мой проект создавался с стилем съемки, макросъемкой и все в этом духе. Целью моей съемки было скорее показать, как можно посмотреть на наш мир с другой стороны, что соответствует моему названию. Куд 180 градусов, на русском угол 180 градусов. Потому что достаточно много людей, мне тушнее, в обычной жизни не замечают, того, что нас окружает, но если посмотреть это под объективом с другой стороны, это достаточно интересно, и с этим прям очень много можно чего придумать. И это только малая часть, что можно заснять. Если это продолжать эту тематику, то можно найти очень много вещей, которые ты смотришь, и ты такой, боже, я бы никогда не подумал, что это... Хочу организовывать... Ты приходишь, ты общаешься с людьми, ты, как бы сказать, знакомишься, и также ты можешь себя открыть в какой-то новой сфере. И это все очень прикольно реально. Большое вам спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ Следующий автор — Эвелина. И Эвелина у нас снимала наклонки. У нас есть несколько участников, которым особенно зашли курсы аналоговой фотографии, они продолжили снимать свои проекты. И вот Эвелина одна из них. Эвелина снимала проект про людей культуры в Запорожье и задавала людям вопрос, что заставляет их думать о культуре и заниматься ею в момент войны. Расскажешь про своих героев? Звучайно. Я постараюсь на русском, но плохо разговариваю. Мой проект не только про деятелей в культуре, но еще также про мотив, про людей, которым этим всем увлекаются, и не уехали из страны, несмотря на то, что в стране идет война, что такое положение, и я выбрала такую документальную тему, репортаж, и у меня еще также очень большой уклон пошел именно на тексты. То есть рассказать, что именно люди сами хотели искать про свою профессию, почему они тут, почему они считают, что это важно, людьми это донести, потому что многие думают, что, когда начинается война, культурная деятельность, она заканчивается, то, что никто больше ничем не занимается, все в трауре. На самом деле люди продолжают жить дальше, продолжают что-то делать для развития, и мне было важно показать это, показать людям, что культурная жизнь воная, то, что этим продолжают заниматься, и мне было очень интересно пообщаться с такой великой киркостью реизных людей, и это действительно очень ценный опыт для меня. Трудности были больше с текстом, потому что, если я о фотографии, я занималась операциям, то с текстами у меня было все плохо. Но я дуже рада, что мне с этим помогали, и, в принципе, вышло очень даже ничего. Отлично вышло, Эвелин. Я аплодирую. Слушай, а можно... У нас есть минуточка, да? Давай. Эвелин, а может, ты расскажешь немножечко, особенно тем ребятам, которые не увидят выставку в Запорожье, про истории, которые ты собирала, потому что мы вместе немножечко, значит, курировали Эвелинную работу, и просто какие-то отрывки или какие-то отдельные моменты, которые тебе больше всего понравились, которые ты узнала от людей, которые как раз занимаются музыкантами, библиотекарами и т.д. Насправдно, дуже богато интересных людей. Мне понравилось общаться с библиотекаршей, она уже 20 лет работает в этой сфере. Было очень страшно у нее что-то спрашивать, потому что она была очень такой серьезной женщиной. И, как оказалось, ей там очень нравится советовать людям какие-то там книжки, рассказывать, как люди приходят учить украинский язык сейчас, даже там люди такого уже возраста, пенсионного возраста. Очень понравилось, как она сказала, что она понимает, что работает не зря, когда там дети приходят, радуются и видят их какой-то заинтересованности в чтении. Мне понравилось работать с музыкантами, которые говорили то, что они никогда не были так серьезны с музыкой перед войной, ну, как до войны. Понравилось, в принципе, со всеми работать. Вот тут, например, на фотках женщина, которая преподает акторскую майстерность, сценическую импровизацию, но сейчас она больше ушла в окон к мирным жителям, к волонтерам, и она рассказывает, как с помощью этих навыков можно как-то в жизни стать более пластичными, и все в таком духе. Также у меня есть художница, есть военная журналистка, есть военная и поэтесса, и очень интересно было все услышать от них. Вот, например, войсковая журналистка, и взагали было дуже багато интересного материала, который не подошел под тему проекта, но все равно я это как-то забрала к себе в память, скажем так. Все, я могу идти. Запорожье ликует. Здравствуйте, Алина, привет! В первую очередь мне бы хотелось поздороваться, всем очень рада видеть. Мой проект, он про истоки. Я когда его создавала, как я только думала над концептом, я очень хотела вернуться к истокам наших легенд. Мой проект называется «Мифы и легенды». И я хотела показать наш фольклор, того, что верили люди, чем они занимались раньше. И я ушла именно в украинские легенды, вот в эту вот эстетику, мотонок, леса, свечей огромного этого количества. Мне очень хотелось поиграться с цветом, то есть природа — это спокойствие, голубые, зелёные. А образы магии — это красный, чёрный, что-то такое таинственное. И очень хочется поблагодарить Стасию и Гришу, которые курировали со мной этот проект, буквально подбирали все эти фотографии, образы. И, конечно, людей, которые поддерживали. Наверное, самой большой трудностью проекта было придумать эти образы, потому что идей много. Я в какой-то момент связала это со своей жизнью, захотела это передать максимально красиво. И было тяжело собрать мысли в кучу. Но получилось хорошо, я довольна проектом, довольна отдельными работами и тем, что я снова связала свою жизнь с легендами и мифами. Если есть какие-то вопросы, я с радостью отвечу. Вопросы для Арианы. Вопрос от Николая. Какая фотография стала центральной и больше всего от начатного с душа? Немножечко перефразирую. Есть ли у тебя любимая центральная фотография в этой серии? Да, есть. Это фотография с ножом, где получилась невероятная игра цвета. Это не она, я не знаю, есть ли она тут. Которую у нас нет в этом отборе. Да. Там нож на меху, и весь секрет этой фотографии в том, что там нет ни единой краски. Это просто красные фонари, которые мне висели под потолком, и они так упали, как будто это нож после битвы. Я очень люблю эту фотографию. Извини, она не вошла в топ-10, но топ-10 для отбора исключительно, для нашего просмотра. Я думаю, что она очень круто в выставочном пространстве, наверное, смотрится. Она же есть у тебя в печати, да? Конечно, есть. Супер. Отлично. Большое тебе спасибо. Ты огромное спасибо. Кира, дорогая, привет. Всем привет. Меня зовут Кира, и мой проект — это «Прогулка проспектом». Наверное, я вообще хочу начать с того, что, в принципе, я начала замечать, что люди, когда живут очень долго в одном месте, очень мало обращают внимание на детали и, в принципе, на все, что их окружает. То есть, например, я не знаю, я лично за собой это замечала, что очень часто глаз замыливается, когда ты каждый день ходишь по одним и тем же улицам, архитектура, и все какие детали становятся однообразными, и ты перестаешь понимать, что именно тебя окружает. И я, наверное, этим проектом вообще сначала хотела просто показать вот атмосферу прогулки проспектом, потому что у нас в Запорожье проспект Соборный, он как бы пересекает четыре района, и вообще изначально я думала как-то пойти в этом направлении. Потом я решила, что... У нас тут собака, извините. А потом я решила именно показать маленькие детали, там, архитектуры, людей, то, что может увидеть человек, любой, когда именно гуляет просто так. И это именно те детали, которые показывают красоту города. Потому что некоторые говорят, что вот Запорожье — это, ну, такой себе город, завод, вот это вот все такое. А на самом деле я начала изучать нашу историю, культуру, и у нас, может быть, не так прям много интересной информации, но все же есть своя история, и ее какую-то визуализацию тоже очень важно понимать. И вот так же через какие-то такие маленькие детали я хотела показать красоту вообще нашего города в том числе, но и чтобы все люди так же понимали, что красоту можно найти где угодно. Кира, у меня к тебе один вопрос. Стала ли ты больше гулять в процессе проекта? Абсолютно. Я практически каждый день ходила, гуляла. И на самом деле хочу сказать то, что большую часть фотографий я сделала, наверное, в последний день. Мне очень повезло с погодой, было очень солнечно, потому что до этого у нас такая была пасмурная зима. И вот, кстати, также почему я вообще фотала именно детали, потому что люди, когда там выходят на большой проспект, на большие улицы, на большие площади, как раз из-за масштаба вообще картинки люди и не обращают внимание на детали. То есть ты банально должен подойти к чему-то и приглядеться. И вот это также прикольная была идея, которую я хотела как-то показать. Спасибо тебе большое. Всем привет. Меня зовут Ната. И мой проект был о местах отдыха детства. Идея зародилась совсем другая, но в процессе съемки она совсем поменялась. И я ходила и просто вспоминала, как гуляла раньше по этим всем местам, как было тепло. Весенняя фотография очень красивая. Всегда так тепло, когда ходишь и вспоминаешь. А ты собрала из предыдущих архивов, правильно этот проект? Потому что у тебя все времена годы здесь. У меня только две фотографии весной. Это старые фотографии. А так в основном я фотографировала в течение двух недель, которые были даны. Это зимние. Да, это зимний снимок. А, так зерпленно? Ничего. Это зима в Запорожье. Это зима в Запорожье. Это как раз было плюс 15. Расскажи, пожалуйста, как у тебя видоизменилась твоя идея первоначальная для тех, кто не в курсе? Изначально я должна была фотографировать людей, показать, как они, ну, как люди отдыхают, отвлекаются от рутины. Вот. Ну, как-то вот погода сыграла свое, и людей было мало. И ты решила на пространствах сосредоточиться? Да. Отлично. Спасибо тебе огромное. Вопросики есть у кого-нибудь, кроме меня? У меня всегда есть вопросы. Наверное, у меня есть небольшой комментарий для лучшего понимания контекста. Эта работа, она вот очень круто, не знаю, у меня очень большой с ней отклик, как и у людей именно из Запорожья, потому что это действительно все места нашего детства. Вот эта вот карусель, она находится в Дубовке. Я туда ездила еще сама, очень-очень маленькая. Она сейчас заброшена. И вот именно если ты живешь в Запорожье, и ты смотришь на эти работы, ты окунаешься в очень сильную ностальгию. Ее действительно можно прочувствовать, вот если ты в детстве ходил по этим местам, это парк, куда мы ездили с родителями каждые выходные, когда мне было еще лет пять. И это очень сильная сей работ, ее очень хорошо можно прочувствовать, вот именно если вы находитесь из Запорожья. То есть это какой-то контекст, который тут нужно просто учитывать. Класс, это очень ценное изображение. Очень здорово, когда люди, которые живут в тех же пространствах, что-то новое, что-то с помощью фотографии, наверное, у них ёкает, когда они видят эти снимки. Это, конечно, тоже удивительная сила изображений. Огромное тебе спасибо. Ты молодец, что несмотря на то, что первоначальная идея не зашла и не получилось, не бросила, пошла дальше и сделала все равно классный проект. Молодец. Еще раз тебе аплодирую. И переходим. Можно начинать, да? Малике, привет, дорогая. Всем привет. Немного волнуюсь. Меня зовут Малека. И вообще название моего проекта это «Дофаминовая ловушка». Этот проект про гаджеты, особенно про гаджеты зависимость, про то, как эти гаджеты влияют на нашу повседневную жизнь, на нашу социализацию. Я думаю, все замечали, что у нас снизился уровень концентрации. Мы плохо запоминаем какую-то информацию, не можем сидеть нормально на уроках и впитывать эту информацию. И я пыталась как бы передать это через фотографии. В тексте, который у меня там представлен, я подробнее рассказала, что такое дофамин и как он влияет. Тут немножко расскажу, что это гормон, не благодаря которому, а он участвует в том, что формируется зависимость. Не только от гаджетов, от любых веществ, но в данном случае от гаджетов. Хочу поблагодарить мою подружку Машу, которая участвовала в этом проекте, в роли модели. Вот, например, фотография, которая, на мой взгляд, олицетворяет то, как нам проводами связывают руки, мы попадаем в какие-то ограничения эмоциональные, психологические, также влияет на наше физическое здоровье, например, потеря нормального сна. А ты сама как-то в процессе стала себя ограничивать от времяпровождения с гаджетами? Так вышло, что я еще, наверное, где-то год назад или полтора удалила тикток, потому что я понимала, что он очень сильно влияет на меня и постоянное залипание в этой соцсети, ничего хорошего мне не приносит. Ну, и сейчас тоже пытаюсь ограничивать потребление вот этого быстрого контента особенно. Еще интересно то, что, в принципе, большинство фотографий, которые попали в проект, ну, на выставку, да, они все были сделаны и придуманы именно в процессе, а те, которые я концепции придумала заранее, они почему-то не попали. Ну, я так решила сделать. Ой, очень классное замечание, да, это очень интересно про опыт каждого и как у кого складывается. Спасибо тебе огромное. Что у вас есть? может у кого-то есть вопросы? Ну, у меня есть вопрос, вообще, какие сложности были в процессе создания проекта? Честно говоря, наверное, сложностей особых не было. Ну, не могу подметить, потому что, ну, локация довольно простая, да, это мой дом, гаджеты у всех есть и, ну, человек. В принципе, проекты передают взаимодействие человека с гаджетами, поэтому, ну, особо ресурсов никаких не потребовалось. спасибо. Пойдем вам большое. Всем привет. Валерия. Да, прости. Так, мой проект называется «Жизненный путь. Иду, а как?» и в принципе он о том, что вот сейчас мы в юности и нам еще стоит столько всего узнать. Это, что такое там университет, что такое работа и еще куча-куча-куча всего. И это страшно, сложно и неизвестно. И поэтому как бы у нас бывают какие-то внутренние страхи, внутренние сковывания нас. И мне кажется, и, блин, мне это просто очень откликается. Вот я поняла это после того, как я сделала этот проект, поняла, что он для меня означает, и поэтому вот я хожу через этот путь сложностей. Это ужасно. Поэтому расскажу про сложности. Их было три, и мне кажется, все они дали свою изюминку изюминку в этот проект. Первое это придумать проект, о чем он будет, что это будет такое. Второе это то, что у меня развалась работа с моделью и как бы пришлось стать моделью мне. Поэтому это как бы как раз автобиографическое все, очень прикольно. И третье это то, что мои работы они темные и они смотрятся на темном фоне. И для этого тоже нужно было что-то темное. поэтому Аня придумала как это сделать. Вот. Это все, наверное. Супер, спасибо тебе большое. Вопросы? Можно? Можно. Я хотела спросить, а как тебе? Только озвучите нам, чтобы мы тоже слышали, пожалуйста. Да. Я проговорю вопрос. Было ли трудно тебе быть моделью и быть подобной? Прозвучал вопрос из зала, насколько тяжело в работе выполнять роль и фотографа, и модели, и с какими сложностями ты сталкивалась? У меня не было выбора. Мне нужны были люди в кадре, это я. И я подумала, вообще у меня есть такая мысль, что я очень классно позирую и очень классно фоткаю. Ну, как раз это вот мое, то, что я думаю о том, что я лучшая во всем, поэтому я должна это делать. И я включила себе несколько видеообзоров на эту камеру. Там не сказали, где таймер. Поэтому я сама нашла таймер. Спустя я не знаю, сколько, научилась им пользоваться. Использовала где-то стульчик, где-то вот, вот у меня есть фотка, где я со спичкой во рту. Это мне стоило ресничек опаленных, вот, это тоже сложности. И вот, это моя ванная. У меня была вот так камера, вот тут я подпаливаю эту спичку, кладу ее в рот, и как-то камера, и я еще должна что-то позировать. Это было сложно, но это было нормально. Если вопросов больше нет, то мы хотим тебя просто еще раз поаплодировать. Очень классный проект. И было очень приятно наблюдать за тем, как он у тебя развивался, потому что не с самого начала у тебя все, по-моему, сложилось, но потом ты как-то очень круто наверстала, и получилось очень-очень здорово. Привет, у меня. За что мне это все? Если я начну плакать, вы не пугайтесь, пожалуйста. Я на подходе. Я не люблю вот это вот разглобовствовать. Там, я шьем-бьем. А мне не слышно было все это время? Да, да, начинаем тебя слышать, как будто бы вдвоем разговаривается. Покойно, хорошо. С чего начать? Проект называется «Сушеный виноград», потому что что? «Сушеный виноград» — это изюм. Про изюминки в каждом из нас. К примеру, у меня недавно случилась такая вот интересная ситуация, я сломала ключицу. Я сломала ключицу. И первое, что я услышала от своего врача после операции, ничего страшного, сделаешь татушку, набьешь себе цветочки, и никто твой шрам не увидит. Я такая, что? Зачем? Типа, он такой красивый. Он говорит, ну, девочки этого стесняются, шрамы, это же так противно. И все. И поэтому после этого мне так стала резонировать моя тема о том, что, боже, столько есть классных изюминок в теле каждого человека. Не знаю, я так балдею от каких-то веснушек, я балдею от альбиносов, я балдею от своих шрамов, от своих родимок. Вены, боже, ну это же так красиво. А кто-то это все хейтит. Боже, эти люди, эти просто, я не буду говорить, насколько они мерзкие, столько навязывают комплексов у людей. Ну, с 12 лет мне начали говорить, что у меня не ноги, а ковры. Я начала бриться. Потом мне стали говорить, что мой пушок под носом скоро превратится в гусарские усы. Я начала мечтать просто о лазерной эпиляции. Чтобы вы понимали, я только начала зарабатывать деньги, я все начала тратить на косметику, на какие-то уходовые процедуры. А зачем? А толку? Я от этого никакого кайфа не получаю. Я просто начала общаться с нормальными людьми, адекватными, которые сказали, боже, ты такая красивая, ты такая классная. Забей на все и все. И жизнь во! Как так? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Слушай, огромное спасибо за красивый проект, очень здоровый подход к себе и окружающим. и за интересный очень визуал. То есть, меня твой проект очень удивил по визуалу, когда ты стала присылать фотографии. Наверное, это были не те фотографии, которые я от тебя ожидала. И это было очень приятное удивление, потому что мне казалось, что твоя стилистика какая-то другая изначально. И очень здорово у тебя сложилась, мне кажется, история. Визуально выглядит очень собранной. по тонам. Ты очень здорово работаешь с цветом и светом. И хотела отдельно тебя за это поблагодарить. Спасибо. Есть ли вопросы? Да. Откуда такое название? Вопрос от Георгия. Как ты придумала название сушеный виноград? Потому что изюм – это слишком банально, а изюм – это сушеный виноград. Все просто. Я подумала про изюминки, потом подумала про изюм, а потом и все это сушеный виноград. Да. Такая была цепочка. Супер. Спасибо большое. Спасибо. Дальше. Привет, Влада. Да, да. Она подходит. Она даже будет не одна. Очень отзывается, мне начинается название «Владин проект», потому что кретинизм топографический и моя тоже проблема. сейчас Влада расскажет, как ей с этим живется и как тебе пришло в голову снять проект и проект. Ну что ж, всем привет. Хочу сказать, что идея проекта о топографическом кретинизме мне пришла еще на прошлом курсе с Валей. Дело было в том, что у меня не было, во-первых, желания, во-вторых, силы времени на реализацию. И плюс не было абсолютно никаких референсов и идей. То есть единственный референс, который у меня был, это «Ёжик в тумане». Ну, я думаю, подождите, как видят ёжик в тумане? Вот, собственно говоря, так оно и получилось. Мне очень нравится здесь зеленый подтон везде. Это, как подметил Влад, похоже на приборы ночного видения у военных. фаворитмы, наверное, это как раз-таки фотография со знаком «Стоп», которая в вывеске, она центральная на стене. Она прям вау. Вот это, кстати, ступеньки. Да. Вопросы, может быть, есть? Буду рада. Какие были сложности? Вопрос из нашего зала. Какие были сложности в процессе реализации? Сложности были во-первых, в идее отсутствия референсов, потому что я смотрю, я не вижу абсолютно ничего, что как бы могло бы визуально обстоятельно топографический критинизм. Я думаю, ладно, будем думать сами. Вот. И сложности потом были с обработкой, потому что я сижу, мне ничего не нравится. Ну, в общем-то, в течение недели это как-то все более-менее разрешилось, и мне помогли, собственно говоря, спасибо всем. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Стоп, стоп, стоп. У нас еще один вопрос. Еще вопрос? Да. Сейчас про цвет зеленый. Это такая милая, или это у нас в виде коры? Это цвет кор. Вопрос был про зеленый цвет, как это получилось. Это цвет кор. АПЛОДИСМЕНТЫ Приходим дальше? Да. Ага. Так. Наш дорогой Николай, участник из Тбилиси, присоединяется к нам. У Николая тоже не с самого начала задалось проектом. Сначала он взял другую тему. Да, тема изменилась по ходу. Сначала была тема про, как сказать, изюминки города, места, которых не все знают. Но потом я решил изменить тему в связи с тем, что многие из них закрылись. Просто поставили забор, и к ним нельзя было пробраться. И я выбрал самое открытое место в городе, Сухой мост. Это место, находящееся в центре самого города, столицы, сердце антиквариата и, как говорят, место бараховка. Расскажешь про свое взаимодействие с людьми? Потому что у нас не очень много проектов, где я непосредственно надо было общаться со своими героями про свой опыт. Поделись, пожалуйста. Большое спасибо. Для начала скажу Георгию и Станиславе, которые помогали мне наладить связь. Мы гуляли втроем все время. Да, наладить связь с людьми, которые как раз есть героями, с каждым из них, договориться, попросить разрешение на съемку и на предоставление, получается, для выставки этих фотографий. каждый из этих людей человек, который посвятил большую часть, в основном, половину своей жизни сухому мосту. Многие из них уже больше 30 лет стоят на мосту и в снег, и в дождь, и в град, и занимаются делом, которое приносит в основном деньги, но многим счастье. Потому что они продают не только то, что сами находят, и то, что отвлекается у них в душе, о том, что некоторые из них делают своими руками. Спасибо тебе. Если есть вопросы, давайте похлопаем на задание. У меня есть вопрос. Во-первых, очень классная работа, мне очень нравится. С какими сложностями ты сталкивался во время того, как ты фотографировал? Потому что в таких местах они действительно очень атмосферные, но иногда люди не очень дружелюбно реагируют на то, что ты хочешь их пофотографировать. Как ты находил подход, спрашивал о том, что можно ли вас сфотографировать или что-то еще? Довольно просто. Я спросил всех. Абсолютно всех людей, которые были на мосту, я обошел, попросил. Некоторые из них, конечно, соглашались от того, что видели, что их соседи, друзья, которых они видят каждый день, тоже соглашались на это. Просто вначале повезло то, что два человека подряд согласилось, и потом уже пошла цепочка людей, которые видят, что не все так страшно. Можно поговорить, можно ответить на вопросы. В принципе, это очень даже весело. Круто. Дальше к нам вопросу. Привет, дорогая. Привет! Всем привет! Меня зовут Ангелина Коллегова. У меня много... Мне кто-то привык назвать Геля, кто-то Лина. Мне 16 лет, и перед тем, как про вообще всю серию рассказать, хочу сказать спасибо всем, кто по ту сторону экрану работал. Над этим всем и всем ребятам, которые работали здесь, над этим проектом, потому что без них ничего бы не получилось. Спасибо Юле, которая наша... Не старт, а спасибо модели, которая спасла меня в итоге в конце, потому что модель я искала крайне долго. Кто-то не хотел со мной работать, потому что я водолей, кто-то, потому что я из Шевченковского района, и они считают, что там живут наркоманы. Вот. А в целом я искала в Урви-класс девочку, которая будет очень красиво выделяться на фоне нашего очень атмосферного, но немножечко консервативного города, в котором иногда страшно выделяться, особенно в Шевченковском том же районе. Расскажешь про саму идею проекта? Как тебе пришло вообще снимать на эту тему? Потому что, я думаю, у нас не все присутствующие поняли, в чем твоя задумка. Да. Вообще, мне эта идея пришла, когда я со Стасией пошла на консультацию, потому что она мне спросила, что я хочу делать, я сказала, я вообще не знаю. Типа, у меня есть Телеграм, я могу кого-то найти, но я не знаю, что я хочу снимать. Вот. И Стасия такая, а может быть вот так, а может быть вот это, а может тебе нравится? Нет, я хотела, чтобы ты рассказывала про себя, а не про меня. Ну, блин. Ну, я уж про себя рассказала, мне 16 лет, меня зовут Ангелина. Вот. Вот, я водолей. В общем, я думаю, что идеи я обязана своему городу, который меня вдохновляет. И Стасия, которая меня немножко подпнула, но я ей благодарна за это. Спасибо большое. Вот. И многим обязана Владя и свои модели, потому что без них ничего бы не получилось, вообще никак. И, конечно, всем, кто сидит. Спасибо. Всем привет. Меня зовут Наша. Мой проект про вегетарианство, и я хочу сразу поблагодарить всех людей, которые меня как-либо наталкивали на создание этого проекта именно в таком ключе. Я благодарна Вере и Станиславе, которые натолкнули меня конкретно на концепцию, которую в итоге я потом развила и реализовала. Также я благодарна Маляке, которая была готова со мной пойти на такие смелые решения, как класть, насела колбасу. Мы очень много раз это все переснимали, и я благодарна Владу, который помогал мне выбирать фотографии с профессиональной точки зрения. Мой проект про человека, который условно является вегетарианцем. Вегетарианство — это довольно глубокий вопрос, и каждый человек выбирает его конкретно исходя из любого мотива. Это может быть религиозное убеждение, это может быть любовь к животным, это может быть возможно с какой-то точки зрения здорового образа жизни. Но всегда в человеке есть какой-то внутренний конфликт. Человек всегда может быть задумывается о искушении мяса, возможно, как сильно его хочется, но нет возможности это сделать. И в общем, мне хотелось конкретно в этом проекте показать то, что есть всегда светло, есть темная сторона, показать темную сторону, потому что обычно люди любят игнорировать это. и мне как раз хотелось немножко показать вот что-то такое, что связано вот с этим вот негативизмом в темной стороне. А ты сама вегетарианка? Нет. У нас есть вопрос в зале. Вопрос был, что вдохновило автора. На самом деле мне просто изначально хотелось создать проект, который будет как-то связан с едой, а потом концепция, которую придумала изначально я, у меня не получилось все реализовать из некоторых сложностей. И так получилось, то, что это вытекло, когда вот меня вера натолкнула на мысль вот как раз уйти в стезю вегетарианства. Поэтому я решила так. Спасибо большое. Это Алиса. Да, всем привет. Меня зовут Алиса. И мой проект про трансформацию, которая бывает иногда очень болезненная, тяжелая, из разных причин. У кого-то, например, расставание, тяжелое, которое ломает изнутри, либо когда ты становишься полностью один и тебе приходится рождать, переделывать себя. и становиться новым человеком. В моем проекте задействована была модель. Я очень благодарна. И такой важный момент это птенцы. Вообще у нас дома перепелиная ферма и это не было большой трудностью. Мне просто повезло, что именно выводок был на тот момент, когда я снимала. Могу сказать, что тут именно внутренне ты должен осознавать, что либо сейчас ты создаешь себя нового и меняешь полностью привычки, меняешь людей вокруг, возможно, окружение, какие-то убеждения. на том же этапе, на том же месте. Вот там была фотография просто с яйцом разбитым. для более понятного контекста там должна была быть яйцом. но мне сказали, что не было. А уже птенчик, который вылупился, то вообще спокойно пищал, стоял, солнышко на него падает такой милый, красивый. И обратно потом брудера к своим братьям. вот. И у нас есть еще вопрос из нашего зала. Откуда у тебя птенцы? Ферма. Перепелинная ферма. Мои родители занимаются перепелками, когда мне было четыре, у меня началась аллергия. И из-за этого папа начал читать, что помогает, и появилась перепелинная ферма. Начали с маленького там количество птенцов, потом начали размножаться, потом пошел бизнес такой маленький. Вот. И я пила перепелинные яйца, это как ансабент, чтобы уходили как бы насыпания. Аллергия у меня была долго, с четырех до двенадцати лет, и я просто утром каждый раз натощак три яйца пила. И, грубо говоря, прошло. Это был вопрос, откуда перепелинная ферма. Да, откуда перепелинная ферма. Вот. Очень большое спасибо Стасе за идею, потому что птенцов перезачально брать сильно не хотела. Мне казалось, как-то как-то не то с названиями, то это очень хороший, показать можно через птенцов именно эту трансформацию. Когда я узнала, что дома ферма, я, конечно, сказала, какие птицы. Птицы всегда будут. Да, мне поставили трансфактум. Спасибо тебе огромное, очень красиво. Спасибо большое. Оля Ржевская, наша участница из Германии. Нас связили у нас с Олей сегодня. Начнем смотреть проект. Оля, ты с нами? Да, я тут. Супер, ура. Расскажешь? Так, вообще, проект про эспортизм, про то, как какие-то очень сложные периоды жизни, они вынуждают нас куда-то спрятаться и убежать от этой тяжелой реальности. И мы начинаем смотреть фильмы какие-то фантастические, читать книжки и уходить головой в этот мир. И я хотела показать как бы этот небольшой реализм людей немножко начнется, может быть, меняться в восприятии и они начинают видеть в каком-то жестоком мире какую-то сказку, что-то, что возможно лучше, ну, так, извиняюсь. Я, извиняюсь, я не готовилась, я просто сказала, что мы сегодня закончили. Все хорошо, Оля, у нас с импровизацией сегодня никто не готовился. Да, так, и вообще, ну, и мне еще хотелось показать, что этот эскапизм, он хороший, но он хороший в мире, и иногда он может нас обвить, как нитки, и мы можем с этим всем запутаться и остаться в каком-то своем маленьком мирке, а реальный мир куда-то на второе место переставить. Олечка, у меня для тебя вопрос, как был для Алины, поскольку вы участники из других городов, и, во-первых, вы справлялись самостоятельно без кураторов в основном, а, во-вторых, важный момент, удалось ли тебе с помощью фотографии тоже как-то приблизиться к этому городу, лучше понять твое новое место, где ты обитаешь? Какие-то открытия произошли ли у тебя, пока ты делала проект, связанные с городом, с пространствами? Ну, я думаю, да, было немного, я все-таки ходила, я вот, иногда вот меня удивляло, что есть какие-то такие вот места, ну, как тот же забор с клавишами, какими-то, интересно, видишься, статуи, деревья, я туда заходила, или просто идешь, идешь, сидя, а там вот забор, дом стоит, и вот за забором стоит просто дверь какая-то, и я так несколько раз натыкалась, и мне это как-то стало интересно. Такое пространство, оно, ну, отличается от моего родного города, потому что это Европа, и мне кажется, что я стала чуть-чуть ближе к этому. Мне кажется, ты взяла очень интересную и непростую тему, и хочу сказать тебе, какая-то молодец, что удалось довести до конца, потому что такое очень неочевидная история, и в твоем случае тоже очень сложно было найти какие-то референсы, насколько я помню, и придумываю, приходилось буквально из головы их придумывать, и ты очень успешно с этим справилась, я считаю. У нас есть вопрос в зале. Почему такая тема? Это какие-то внутренние жизненные переживания или просто из внешнего? Из-за чего? Какая тема? Почему выбрана такая тема? Это связано с внутренними переживаниями, или это какие-то внешние факторы для тебя? Ну, я думаю, это все в связке, как бы, внешний фактор это война, переезд, сначала в другой город, потом в другую страну, и это как-то было очень сложно для меня, потому что я за свою жизнь вообще никуда не перележала, и это как-то какой-то внутренний конфликт образовало, что вот мне хотелось смотреть только какие-то фильмы, которые там про фантастику, там, где сказка, там, эльфы ходят, или там читать Алиса в стране чудес, потому что то, что в реальности, меня, оно не очень устраивало, мне было тяжело принять эти вот все очень резкие изменения, которые у меня в жизни произошли. Спасибо огромное, Оля. Спасибо большое, да. Мне интересно просто, как было сделано именно это вопрос? Вопрос, как была сделана именно эта фотография с Мондейном? А, это я просто пожертвовала одну тарифу, аккуратненько достала половинку мякоти, съела ее и засунула сюда нитечку и сфотографировала. Очень круто. Спасибо большое. С нами ли сегодня Женечка? Я знаю, что Женя на пути в Киев сейчас. Она была с нами в Тбилиси весь курс, но сейчас возвращается домой, и она участвовала в нашем августовском курсе, сделала классный проект и повторила не менее классный проект на нашем новом курсе. Женя, ты с нами сегодня? Боюсь, что Женечки нет, но мы посмотрим, наверное, ее проект и скажем без нее, какая она молодец. Проект Жени про маски. Она нашла в Тбилиси людей, которые занимаются этим ремеслом, как в коммерческих целях, так и в попытке воссоздать какие-то традиционные истории этого японского традиционного ремесла. И она снимала, по-моему, три или четыре героя в мастерской, у нее работа была, в котором она ходила на протяжении недели. И еще прекрасная мама Жени в роли модели отыгрывает здесь японскую легенду. Женя молодец, что классно всегда работает еще с текстом и достаточно глубоко копает. То есть когда она снимает, она еще как журналист старается всегда как-то фактически очень аргументированно информацию подбирать. И ради этого проекта Женя сделала достаточно серьезное тоже исследование, которое мы, к сожалению, не можем сейчас все озвучить, но человек очень серьезно подходит к всему, что делает. нашим ребятам очень нравится работа. Очень круто и спасибо большое. Да, раз Жени нет, тогда, наверное, не будем некому задавать вопросы. Перейдем сразу к нашей Лане. Я уже говорила для Тбилисского зала, что у нас, наверное, Лана самая юная участница курса. В Запорожье, наверное, нет никого 14-летних. И Лана одна из первых на курсе, то есть первая сдала свой проект. То есть человек просто в начале января сделал проект. Некоторые, чтобы вы понимали, начали его снимать. Страна организованности называется Primitive Man или первобытность. Идея этого проекта пришла ко мне благодаря поездке на зимние каникулы к бабушкам в высокогорную местность Дмониси. Именно здесь археологи нашли первых европейских гоминидов Зезву Имзию. Они вышли из Африки около двух миллионов лет назад и пошли прямиком в Грузию, где и осели в очень красивом месте Дмониси. Расскажешь про процесс во-первых Дмониси, что для себя это место вообще? Ну оно мне очень близко. С детства там бывало, да? Да. Также существует версия, по которой люди, ну эти Зезву, представители этой ветви, побывав в Грузии, вернулись обратно в Африку, где эволюционировали хомо сапиенс и заселили всю планету. Да, эта версия мне нравится куда больше. Да, они как будто бы приехали, отдохнули немножко в Грузии, набрались сил и уже дальше пошли по своим делам по миру. Да, я хотела сказать, что вот есть минералы, какие-то камни, кристалл, которые были сняты в Твилиси. На вот этот музей, например, вот этот вот Волк, эти артефакты часто, ну зимой они перевозят эти артефакты из Дманийского музея в Твилиси, потому что они могут там испортиться. Почему-то. Да, вот это была трудность, потому что я там хотела все это сфотографировать. А также тут музей был закрыт, аж два дня я ходила подряд. Ну мы сходили в музей минералов успешно как раз. Вот в музей минералов я ходила со Стасей. Да, Есть ли какие-то вопросы? Я хотела сказать еще спасибо большое вам, Стасе. Так, тем, кто давал мне советы по моему проекту, моей семье и моему брату, потому что он не ныл. Это вот этот прекрасный мальчик. он тоже играет с суперзвездой. Он согласен? Слушай, Лан, у меня есть вопрос. Скажи, пожалуйста, откуда возникла тема твоего проекта? Как она пришла к тебе в голову? Про гомминидов, про вот этих артеологов. Да, в январе мы собирались сюда поехать, и я думала, думала, вот о чем сделать. Ну, это просто знаменитое, известное место, поэтому подумала, что будет интересно сделать. Все, готовы хлопать? Второй тбилизский участник, два подряд. Это наш Никита. Да, всем привет. Тема моего проекта это открытки для бабушки Лёли. Изначально тема проекта была старой Тбилиси, но так как моя бабушка была в Тбилиси где-то 40 лет назад, и этот город ей очень понравился, несмотря, что она ехала по серпантинтым дорогам. Я решил соединить эти две темы, ну и получились вот такие фотографии. Открытки для бабушки. Да. Как ты подрезиновала. Никита из тех, кто обладает другой сверхспособностью, вот не Ланиной, типа ответственности, вот это все, а сверхспособность за полтора часа. Никита ходит еще на кучу разных курсов, репетиторов, и вообще не понимаю, как нашел время в своем графике плотном для наших занятий, но даже тут собрался и просто выдал очень круто за час небольшим весь проект. Я на самом деле подумала о том, что так интересно, мы смотрим фотографии двух городов в Тбилиси, и Запорожье смотрели, а сейчас смотрим в Тбилиси, и как бы действительно получается вот это ощущение, некоторое такое знакомство с городом. Скажите, пожалуйста, простите, что я перебиваю, я пытаюсь понять, у нас в презентации проблемы, или мы правда всех участников уже послушали? Ого, мы молодцы, ребята. Да, мы послушали всех участников. Мне кажется, что надо сказать, какие мы все классные, хочется всех обнять и пожелать классной выставки в двух городах. Нас ждет открытие. И еще к нам хотел бы слово сказать Петр Антонов, который сделал все для того, чтобы наша выставка в Тбилиси оказалась классной, сделал буквально за неделю, предложил в последний момент просто свою помощь, и я не представляю, что бы я делал без этого человека, и он увидел впервые тоже проект у многих ребят и хочет поделиться с вами своими выставками. Давай, спасибо. Я хотел бы поблагодарить Стасию, конечно, она меня сюда позвала в этом участвовать, и я... Прошу прощения, у вас камера пропала. Слушай, ну, я думаю, не дамы, договорились уже так. Да, я могу так сказать. Да, я, собственно, хотел бы сказать, действительно, какие все классные и запорожские проекты, и даже несмотря на то, что я их только на экране видел, все равно это очень здорово и очень классные проекты ребят, которые в Тбилиси снимали, и я просто дольше с этими проектами больше провел времени. Вот. да, и я хотел бы всем участникам пожелать не останавливаться и продолжать, да, и это значит не только снимать новые проекты, это значит, что если вас, вам что-то, вас что-то очень заинтересовало, и вы снимали об этом проект, и вы его даже сейчас выставили, это не значит, что на этом нужно останавливаться, можно продолжать снимать проекты дальше, потому что люди снимают проекты годами, иногда даже десятилетиями, вот, и еще вот я хотел бы, наверное, тоже всем посоветовать, наверное, Стасе и другие преподаватели об этом говорили, шлите, шлите на конкурсы свои проекты, вот только что анонсировали конкурс Тбилисский, колго фото, на него open call, то есть уже можно отправлять свои проекты, я думаю. Независимо от вашего города, да. Да, 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 это может быть из любой страны, но и особенно, я думаю, что для ребят, которые снимали здесь, в Тбилиси, в Грузии, это очень актуально, да, 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 так что обязательно шлите, не бойтесь, не бойтесь слать, потому что, если вы не пошлете ваш проект на конкурс, то его никто не пошлет, вот, так что, да, спасибо большое, всем, всем. Спасибо огромное, Петр, ты просто спас. так, ну, я, наверное, сейчас еще последнее, некоторое слово сказать, то, что мы, конечно, благодарим, мы благодарим Canon за то, что он предоставил нам такую возможность, вот, потому что без и камер, и без труда, и без людей, которые находятся в киевском офисе Canon и в грузинском, мы не могли бы это сделать, и спасибо им большое за то, что они дали такую классную возможность, и я надеюсь, что ребята тоже рады поработать с камерами и, соответственно, получить такие фотографии, вот. Извините, немножечко оффициозно, вот. Ну и что, давайте мы тогда потихонечку закругляемся. Аня, ты хочешь рассказать по поводу ОЦМа? Ну, да, первое спасибо и от нас всех, и от ребят большой Canon. Все были очень рады иметь возможность поработать с классной техникой. Спасибо большое Центру молодежи за то, что приютили нас, наша выставка будет здесь в сети еще около двух недель, и я уверена, что мы будем собирать очень много приятных и теплых слов касаемо работы ребят. Поэтому, в общем-то, в целом, все, ребят даже будет сейчас еще немного времени подготовиться к оффлайн-открытию выставки. Класс, отлично. И, наверное, тоже реформу мы хотим поблагодарить реформу за всех сил, за то, что он нас не первый раз уже дает нам это уютное пространство классное, и всех людей, которые здесь работают за супер уют. Спасибо. Кеннену, Вере, Вале, Ане, Владу, Грише, вы супергерои нереальные. Всех люблю. Спасибо.